После всех событий в Крыму и на Крымском мосту российские туристы начали отказываться от отдыха на полуострове. Об этом говорят туроператоры. Большинство тех, кто хотел посетить полуостров в ближайшее время, возвращают путевки обратно или отменяют брони в отелях. Но есть и те, кто все же не отказывается от запланированного отпуска, в ситуации разбирался. Анатолий Качаев, он сейчас в студии. Толя, что сегодня происходит с курортным сезоном в Крыму? Лиза, да, ситуация с курортным сезоном в Крыму, конечно, неоднозначная. У многих поездка в Крым стоит под вопросом, растет количество отказов от отдыха на полуострове. Это зафиксировали и системы бронирования отелей. Произошло это после взрыва на Крымском мосту. Напомню, после этого случая Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Ведомстве заявили, атаку на мост совершили украинские спецслужбы. По данным системы островок.ру, это портал по бронированию отелей, отмены брони в гостиницах после атаки на мост выросли в два раза по сравнению со средними значениями сезона. Какие-то туристы обеспокоены вопросом безопасности полуострова. Кто-то считает, что путешественникам даже с детьми ничего не угрожает. Вот что пишут люди в социальных сетях. Это насколько должно быть наплевать на собственную безопасность, чтобы ехать в те края? Ну, наконец-то! Совсем у людей чувство самосохранения пропало. Что вы жути наводите людям? Там все тихо и спокойно. Народ отдыхает. Все отлично. С 2014 года меньше всего хочется отдыхать в Крыму. Сейчас лучше отдыхать в Хакасии. На Байкале, на Алтай. Но не там. ТВК связались с местной жительницей полуострова Лилией Ефановой. В Симферополе она живет уже год. Переехала туда из Красноярского края. Девушка отмечает, что жители Крыма чувствуют себя в безопасности. Говорит, многие после 2014 года закалились событиями. Напомню, в 2014 году Крым по результатам референдума присоединился к России. Не то, чтобы мы были морально к этому готовы, но уже относимся к этому более спокойно. Но так, чтобы мы жили каждый день на пороховой бочке, нет. Я не знаю, может быть, это уже такое... Не знаю, так адаптировались люди, что все, что, конечно, происходит каждый день. Беспилотники, вот эти все сообщения нам в соцсетях и мессенджерах прилетают. Да, мы все это видим. Но, знаете, как-то уже адаптировались и относимся к этому спокойно. Руководитель туристического агентства Анастасия Бледных отмечает, после начала специальной военной операции спрос на путевки в Крым упал. Связано это с тем, что авиасообщение с Симферополем приостановили. Добраться можно было только проездом, сухопутным путем и через водную переправу. На сегодняшний день добавился еще один транспортный маршрут из Джанкоя через Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и с выездом в Ростов-на-Дону. В памятке от Народного фронта указано, что автозаправки на трассе через каждые 50-100 километров. Но и линия фронта от трассы примерно на таком же расстоянии. Путешествия приобретают самостоятельный характер, без участия туристических агентов. Людей привлекают цены за номера в отелях. Они ниже, чем в прошлых годах. Также предлагают скидки. По этой причине чаще всего добираются до полуострова те, кто находится с ним рядом. А именно люди из южной части России. Как правило, сейчас кто едет в Крым, это больше формат таких самостоятельных путешественников, которые находятся на нашем юге и просто взяли машину в аренду, либо даже проживают на нашем юге в Краснодаре, в том же самом Ростове, в Сочи, в Адлере. И они просто самостоятельно сейчас, во время своего отпуска, понятно, решили что-то посетить новое. Кроме тех, кто едет в Крым за свой счет, также туда отправляют по санаторно-курортным путевкам инвалидов, многодетных и пенсионеров. И говорят, в случае отказа попадаешь в черный список на пять лет. Если вдруг все-таки случилось так, что вы приобрели путевку в Крым, после чего передумали и решили аннулировать путевку, то действовать нужно по следующему алгоритму. В первую очередь обратиться к туроператору с письменной претензией, либо по почте России, либо через сайт туроператора. Второе. Попробовать обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации, на которое сейчас возложены полномочия по государственному контролю и надзору за деятельностью туроператоров. Ну и если ни один из этих шагов не поможет, тогда, конечно, обращаться в суд с требованием о расторжении договора и возврате уплаченных денежных средств. В 2021 году Крым принял за сезон 9,5 миллионов отдыхающих. В 2022-м 5 миллионов, почти в два раза меньше. По мнению представителей отраслей, общий турпоток в Крым неминуемо снизится. Ожидается, что в этом году полуостров посетят на 1,5-2 миллиона человек меньше, чем в прошлом году. Лиза, на этом у меня все.